Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Празднуя ныне преддверие Рождества Христова, Святая Церковь дает нам образцы ветхозаветных праведников, которые в течение всей своей жизни ждали Христа Спасителя, заповедовали это ожидание детям и внукам, которые не потеряли свои веры и ожидания до конца. Церковь заставляет нас приобщиться к ним для того, чтобы и мы могли в трепете встретить наступающий великий праздник, который дается нам не как воспоминание, а как соприсутствие и переживание, вхождение в пещеру и поклонение с пасторами и волхвами. Мы должны и сегодня не только вспомнить ветхозаветных отцов, но и взять от них то, что наиболее соответствует нашему времени. Так обращался к прихожанам своего храма священномученик Сергий Мечов, настоятель храма, святитель Николая, в клиниках на Моросейке, недалеко от нас, наши соседи. А мне, когда я читал вот это небольшое повествование, вспомнилась история моего последнего посещения Вифлеема. Когда приезжаешь в Вифлеем, то, конечно, все паломники, они устремляются в ту базилику, в тот храм, один из древнейших храмов Святой Земли, который сохранился на Святой Земле. Сохранился в том числе чудом, потому что многочисленные нашествия иноплеменников, стирали с лица земли все, что строили христиане. И вот, когда мы приехали, небольшая группа паломников, три человека, конечно, всем хочется поклониться тому месту, которое символически обозначает Рождество Спасителя. Храм Рождества Христова в Вифлееме устроен замечательным образом. Пещера Рождества Христова находится под главным алтарем храма. То есть туда можно зайти или слева, или справа. Паломники заходят вниз, спускаются примерно на 15 ступеней, и там погружаются в благоговейные воспоминания Рождества Христова в полумраке пещеры. И вот я помню, мы заходим в храм и видим очередь, человек, наверное, 300, а может быть, 400. И понимаем, что нам туда точно не попасть. Но христианин же не может, будучи на месте Рождества Христова, как-то не почтить, так сказать, родившегося Спасителя. Тогда мы подошли скромно к боковому выходу и около этого выхода прочитали несколько рождественских молитв. И к нам подходят охранники и говорят, что вы здесь делаете? Мы говорим, молимся, все молятся, и мы молимся. Нет, ваше место не здесь. Здесь, а так как на Святой Земле все поделено, вот здесь кусочек территории, где молятся армяне, здесь молятся католики, здесь молятся православные. Вам не здесь надо молиться, сказали нам. Вам нужно молиться внизу. Мы говорим, ну как внизу? А вот прямо вот в ту дверь идите и там молитесь. И он нас проводил прямо к тому месту, где еще, начиная со времен стародавних, находится та самая серебряная звезда в полу, в мраморном, которая напоминает нам о рождении и о Вифлеемской звезде, и о рождении Господа нашего. И промыслительно, что в тот момент, когда мы вошли в эту пещеру, вместе с нами вошла группа паломников из России. И мы, объединившись, вместе совершили рождественский молебен. Правда, дело это было или летом, или осенью, точно не зимой. Но такова особенность Святой Земли, что когда люди приезжают на Святую Землю и находятся в тех местах, где совершаются воспоминания того или другого события из жизни Господа нашего, то мы его проживаем вне зависимости от того времени, в какое мы туда попали. И все такое паломничество на Святой Земле – это время проживания событий из жизни Господа нашего. И именно об этом же говорит сегодня священномученик Сергий Мечов из глубины сердца, из глубины своего священнического опыта. Не просто приходим в храм и слышим замечательные песнопения. Мы проживаем. Каждый раз снова и снова Господь, родившийся, открывается для нас в Ефрееме. Каждый раз Он для нас рождается, для каждого из нас, чтобы нас обновить, осветить и дать нам ту надежду, которая нам так часто не хватает в нашей жизни. Всех наших богомольцев поздравляем с Днем Празднования Святых Прадцев, с временем подготовки к празднику Рождества Христова, ну и, конечно же, с Днем Памяти замечательного, чудного святителя Христова Спиридона, который как бы берет вот эту эстафету праведников Ветхого Завета. И подобно царю Давиду во время своей земной жизни пас овец. И Господь его прославил, святителя, за его смирение, за его кротость. И мы к нему обращаемся, многочислено обращаемся. Буквально два дня назад одна благочестивая прихожанка мне рассказывала, как она решала свой квартирный вопрос. И, конечно же, к кому обращаться? Молимся святителю Спиридону, святителю Николаю. А куда идти? Ну, конечно, можно и в свой приходской храм сходить. Икона у нас чудесная, святителя Спиридона, преподнесенная от наших доброжелателей, от наших добрых прихожан. Но в Москве есть замечательное место в Брюсовом переулке, храм Воскресения Славущего, куда православные москвичи уже не первое столетие приходят к мощам святителя Спиридона и там проливают свои молитвы. Пишут записочки о здравии и с молитвой о том, чтобы святитель походатайствовал. И, дорогие мои, эти надежды не бывают посрамленными, о чем я свидетельствую, как пастырь, который выслушивал не одну историю. А в чем смысл всех этих историй? Этот смысл в простых евангельских словах. Просите и дастся вам. Ищите и найдете. Хотите чего-то? Приложите усилия. Вы хотите счастья для ваших детей? Молитесь за них. Вы молитесь за ваших близких, которые сейчас находятся в особых бедствиях, может быть. Молитесь за них. Ездите по святым местам. Ходатайствуйте. Есть у нас воины, которые сейчас находятся на передовой. Также молимся. Бываем на святых местах, у святынь. Там проливаем наши молитвы. Не только дома, но и там встаем на колени и вымаливаем наших близких и всех, кто нам дорог, вымаливаем их у Господа. И Господь, Он не посрамляет наши надежды. Всех вас поздравляю с праздником. Причастников особенно поздравляю с принятием святых христовых тайн. Пусть и Евхаристия сия будет всем нам в радость, здравие и веселье. Аминь. Аминь.